Следующее, что нам с вами нужно обсудить, это лексический минимум к данному уроку. Поэтому давайте мы так пробежимся по словам, посмотрим на каждое из этих слов, чтобы с ними не возникало недоразумений, и потом вы эти слова выучите, и они станут таким добрым основанием для дальнейшего прогресса в греческом языке. Итак, лексический минимум. Здесь есть некое новшество в оформлении. Если вы посмотрите, первое слово «агапы» — «любовь», после него в скобках стоит цифра 116, сколько раз данное слово встречается в Новом Завете, и потом со звездочкой написано «агапы». Это основа данного слова. Начиная с этого урока и дальше в учебнике будут приводиться основы тех слов, которые вы изучаете. В каких-то случаях основа довольно очевидна. И то, что у слова «агапы» основа «агапы» проблем не вызывает. Если мы помним, что у существительных первого склонения нулевое окончание в именительном падеже единственном числе, то, собственно, основа совпадает с формой именительного падежа единственного числа. Так что для этого слова, может быть, и не надо было бы приводить основу, но мы с вами столкнемся с некоторыми словами, у которых происходят определенные изменения, даже при образовании словарной формы, у которых основа не слишком очевидна. Столкнемся не в этом уроке, а в дальнейшем изучении греческого языка. И поэтому просто для единообразия для каждого слова будет писаться основа и там, где она очевидна, и там, где ее знание нужно. Ну и в тех случаях, когда на основу стоит обратить пристальное внимание, мы с вами это еще проговорим. И в тех случаях вам нужно будет особо специально заучивать основу слова. Ну и давайте по порядку. Итак, первое слово у нас АГАПЫ. Кстати, тут в учебнике небольшая опечатка. Должно было бы быть АГАПЫ, потом черта С, окончание родительного падежа, и потом только артикль. Собственно, для всех слов так и сделано. Окончание родительного падежа, артикль. Здесь просто опечатка, и тут ничего нет. Ну, прошу прощения, не обращайте внимания. Итак, АГАПЫ и артикль, вы уже познакомились, это форма артикля женского рода, указывающая на то, что АГАПЫ – существительность женского рода, любовь. Ну, в русском языке слово «любовь» тоже женского рода. По поводу слова «любовь» требуется такое попутное замечание. Дело в том, что в отношении данного слова существуют некоторые легенды в христианской среде, а легенды эти связаны с идеей о трех видах любви. Может быть, вы это слышали, что существуют три вида любви. Любовь АГАПЫ – особая, жертвенная, специальная, божья любовь, любовь филио, филио – это глагол, филио – дружеская любовь, и эрос – вот такая вот плотская любовь, чувственная любовь. И эта легенда широко распространена, и вот как бы по контрасту с эрос, с филио – выделяют АГАПЫ, и когда в греческом тексте встречаются АГАПЫ, этому слову приписывают какой-то особый специальный христианский смысл. Ну, что касается употребления именно в Новом Завете, действительно, слово АГАПЫ встречается в основном, когда речь идет о Божьей любви к людям, ну, или о необходимости проявлять любовь по отношению к другим. Но вот здесь какая-то вещь. Помимо существительного АГАПЫ, в греческом языке есть однокоренной глагол АГАПАУ – люблю, любить. И этот глагол тоже наделяют такими же оттенками значения – особая, жертвенная, специальная любовь. Но если вы проверите употребление глагола АГАПАУ просто с помощью любой компьютерной программы, позволяющей искать по греческому тексту, найдете все употребления этого глагола в Новом Завете, то вас ожидают некоторые сюрпризы. Например, люди возлюбили АГАПАУ тьму больше, чем свет. Или Димас возлюбил АГАПАУ нынешний век, бросил апостола Павла, ушел и так далее. И здесь не похоже на какую-то благочестивую христианскую жертвенную любовь. Здесь любовь в ней очень в положительном смысле описана. Если вы произведете такой поиск не только по Новому Завету, но и по греческому переводу Ветхого Завета, Септуагинти, этот перевод был сделан еще до Рождества и активно использовался в церкви, то вы увидите, что, например, когда Амном полюбил Фомарь, тоже самый Куэн-Агапа, то он ее изнасиловал, и опять-таки никакой жертвенности здесь нет. Почему я про все это говорю? Вот эта идея особой специфичной жертвенной любви, она не соответствует реальному употреблению АГАПА в писаниях Нового Завета, реальному употреблению в Кайне. Слово на самом деле имеет простое значение «любить», а каков характер любви, возвышенная ли она, жертвенная ли она или еще чего-то, выражается не самим словом, но окружающим контекстом. У толкователей часто встречается такая ошибка. Когда встретит слово в каком-то очень значимом контексте, при описании какой-то глубокой богословской идеи, толкователь берет не просто значение этого слова, но всю идею, описанную в контексте, соединяет со значением слова, и потом переносит идею в другие контексты. Но глубокая идея, например, жертвенности, связанной с любовью, она не сокрыта в самом слове АГАПА. Она сокрыта в контекстах, когда ибо так возлюбил Бог мир, что он был сына своего единородного и так далее. Она сокрыта в окружающих описаниях, не в слове. И поэтому не надо вскладывать слово в слишком большой смысл. Слово АГАПА, АГАПАУ и так далее – это любить. Любить в очень широком смысле. Любить и жертвенной любовью, любить и обычной любовью, любить то, что нужно любить, любить то, что не надо любить. Любовь в очень широком смысле. И не стоит сужать этот смысл или перегружать этот смысл оттенками значений, выбранными не из слова, а откуда-то еще. Вообще, общий совет. Как только вы встречаете в какой-то глупой, в каком-то комментарии обсуждение каких-то удивительных, тонких, специфичных нюансов слова и подтверждение, может быть, этому обсуждению с помощью того, что в каком-то потрясающем контексте это слово употреблено, вы должны насторожиться. В большинстве случаев слова имеют достаточно простые значения. В большинстве случаев слова не несут, особенно общеупотребимые слова, не специальные термины, не несут вот такого узкого и специфично богословско-христианского значения. И если вдруг слово приписывается это, то, возможно, просто произошел перенос контекстуального значения на слово. Так что будьте осторожны. И если вам для принятия какого-то толковательного решения важно разобраться в слове, первый самый естественный шаг – посмотрите употребление этого слова по тексту Священного Писания. Многие компьютерные программы позволяют делать это очень быстро и легко. И есть шанс, что от многих иллюзий в отношении слова вы тут же исцелитесь. Итак, агапа – первое слово – любовь. Второе слово не такое экзотическое – алус, другой, иной. Если вы посмотрите на сноски в учебнике, то аллегория, аул, видите, слышите корень, аулок, помогает запомнить это слово. Ну и вообще, агапа, как вот совместная трапеза в христианской церкви, может быть, если вы знакомы с этим термином, он поможет запомнить слово агапа. Хотя, кстати, в значении специальной трапезы слово агапа употреблено в послании Иуды, так что такое употребление есть на мусорении. Ну и так далее. То есть, смотрите сноски, там какие-то русские слова, связанные с греческими, проведены, они помогают. Итак, аус, другой, иной. Аутос. Он сам и тот же сам. У слов аус и слов аутос после слова приведено э, лоб, э, лоб. Что это такое? И аутос, и аутос – это несуществительное, это прилагательное, это местоимение. И прилагательные местоимения меняются не только по родам, но не только по числам и падежам, но и по родам. И традиционно в словарях принято для таких слов писать окончание женского и среднего рода. То есть, слово аутос – другой. Слово аутое – другая. Слово аутое – другое. Слово аутос – он. Слово аутое – она. Слово ауто – оно. Мужской и женский средний род Мужской и женский средний И хотя Как словарная форма Приводится в форму мужского рода И перевод дается для формы мужского рода Но вы понимаете Слово может изменяться Поэтому он, она, оно Другое, другая, другое И это нужно учитывать И вот авторы словарей С помощью таких двух окончаний Дают понять Что это слово, меняющееся по родам И вот какие окончания Кстати, что касается окончаний И у слова autos И у слова Allos Окончание в среднем роде О Не он, как у многих других слов Второго склонения А О Но если вы посмотрите на артикль Помните Хо Хе То По окончании Вот такое же окончание у артикля И поэтому По аналогии с артиклем Вот это окончание Вы легко Запомните Еще одно замечание по поводу слова autos У него три значения Он сам тот же самый Самое распространенное Значение он Значение сам Встречается в специфичных конструкциях А когда слово autos А когда слово autos Стоит перед словом с артиклем Или когда слово autos Стоит перед местремением И именем собственным Вот, например, autos Иисус Иисус Переводится сам Иисус Но Или Autos Хо Антропос Переводится Сам человек Но в других Случаях Не надо Переводить Аутус Как сам Это потом будет Повторено в учебнике Чуть позже Я забегаю вперед Почему Потому что Студенты Имеют склонность Использовать не перевод Он для autos А когда он переводит упражнение А почему-то Вставляют все время слово Сам и тот же самый Так вот Перевод сам Встречается не Абы как А в специальных конструкциях Когда Аутус Стоит не в одиночестве А когда он стоит Перед словом Марти с артиклем Перед именем собственным Или перед мистеремением В других случаях Он Ну и что касается Перевода тот же самый То там еще более Специфичная конструкция Перед autos Должен ставить артикль То есть Ho autos Тот же самый He autos Та же самое To auto Тот же самый Без артикля Autos Как тот же самый Как правило Не переводится Поэтому Если нет Такой вот Специфичной Конструкции Переводите Autos Словом Он И только Если есть Еще Реконструкция То есть Рядом с autos Слово С артиклем Собственное Местоимение Либо перед autos Стоит артикль Вот тогда Вы должны Вы должны Autos Переводить Не как он А другими Способами И Ну и Как Опять же Общее Правило Чем более Просто звучит Перевод Тем в среднем Он лучше Есть Специфичное Искушение У любого Видимо Изучающего Иностранный Язык В том числе И у изучающего Греческий язык Найти И в тексте Что-то необычное Вот Перед вами Текст писания Знакомый Привычный Какие-то Русские слова Вы по-русски Вы прочитали И вы начинаете Читать по-гречески Фактически Вы можете Прочитать То же самое Что по-русски Большая часть Текстов писания Достаточно Неплохо Переведены И достаточно Однозначно Переводятся Ну зачем Когда учить Греческий язык Да Не то чтобы Вы так говорите Почти подсознательно На ощущение Что раз Я теперь Читаю по-гречески Я должен Разглядеть Чего-то Такое В тексте Чего не видел Раньше И вы Вместо Естественного Прочтения Текста Начинаете Извлекать Из него Какие-то Экзотические Смыслы Просто За счет Использования Маловероятных Значений Слов Избегайте Этого Искушения Простой Естественный Перевод Зачастую Наилучший Перевод И Знакомый Вам переводы Не случайно Оказались Такими Какими Оказались Потому что Они Как раз Переводили Естественным Оборотом Если Ваш перевод Выбивается Истечение Текста И Если Ваш Перевод Ни На Какой Другой Перевод Не Похож То Это Способ Это Повод Задуматься О том Хорошо И Правильно Ли Вы Перевели Это Место Здесь Конечно Можно Задать Общий Вопрос Учить Гереческий Язык Конечно Стоит Потому что Все равно Есть Некие Нюансы Не Сводящиеся К переводу Помните Мы недавно С вами Говорили Об артикле Ну Я в переводе Может быть Никак И не Передам Что В четвертой Главе Второго Послания Тимофею Когда Павел Призывает Тимофея Проповедую Слово С помощью Артикля Он Явно Связывает Это С писанием Которое Богодухновенное Я говорю Переводя Проповедую Слово Я переведу Проповедую Слово Но читаю По-гречески Как Толкователь Я замечу Эту связь И Чем Больше Вы читаете По-гречески Тем Больше Где-то Связей Нюансов И мелочей Вы видите В тексте Которые Непередаваемы В переводе Которые Может быть И не нужно Передавать В переводе Но которые Окрашивают И уточняют Ваше восприятие Текста Понятно Что долг Путь До этого Но Путь Стоит Пройти Однако На первых Этапах Не Гонитесь За экзотическими Значениями И По Имените Бредостережение Роберта Томаса Нет Ничего Опаснее Человека Который Греческий Только Один Год Хорошо Продолжаем Следующее слово Союз Союз Связи Слов То есть Одна Мысль Вторая Мысль И так далее Между ними Союза Иногда Как Легкий Противительный Союз То есть Развивалась Одна Тема Оп И Стала Развиваться Мысль Чуть-чуть В другом Направлении Такая вот Смена Направлений Не кардинальная Перемена Темы Но Как-то Немного Направление Мысли Изменилось И вот Д Такой Мягкий Противительный Союз Иногда Выступает Иногда Он Просто Переходный Для Греческого Текста Нетипично Начинать Предложение Без Союза Если В русском Мы можем Писать Много Много Предложений И Союзов Вначале Нет То Почитайте Просто Греческий Текст Посмотрите Греческий Текст Вы увидите Что Практически Каждое Греческое Предложение Начинается С Союза Ну Отсутствие Союза Вначале Предложения Значимо Отсутствие Союза Бросается В глаза И Автор Тем самым Выделяет Это Предложение То есть На бессоюзе В греческом Тексте Нужно Обращать Внимание Ну и раз Союз Все время Требуется То Д Это Один Из тех Союзов Которые Ставятся Чтобы Просто Поставить Союз Поэтому Д Он Такой Немного Открытый Для Толкования То Переход И Очень Много Поэтому Из-за Мягкости Неопределенности Значения Слова Д Очень Много Слов Д В тексте Но Это Даже Не Все Что Я Хотел Про Д Сказать А У Него Есть Одна Особенность Это Союз Так Назаваемый Пост Позиционный Пост Позиционный Союз Это Союз Который Ставится Не На Первое Место В Предложении Когда Два Предложения Связываются Союзом Д Д Ставится Не Между Предложениями Не На Первое Место А На Второе Может Там На Первое Место В Предложении А В Русском Музыке Есть Один Плоспозиционный Союз Ж Могу Например Говорить Предложение Я Сплю Он Ж Буду Стоит Обратите Внимание Я Сплю А Он Буду Стоит Слово А Вначале Второе Предложение Ставится Я Сплю А Он Буду Стоит Но Если Я Использую Союз Ж Я Сплю Он Ж На Втором Месте Буду Стоит И не Надо Говорить Я Сплю Ж Он Буду Стоит Это Не Естественно Звучит Ж Он Буду Стоит Мы Так И Говорим Он Ж Буду Так Вот Союз Д Ну И Русское Ж Они Даже Похоже Позвучают Вот Он Тоже Пост Позиционный Но В Русском Уз Союз Ж Пост Позиционный Остальные Союзы Так Стоит На Нормальном Пестах А В Греческом Уз Много Пост Позиционных Союзов И Ж Это Просто Д Это Первый Из Таких Союзов Которые Вы Изучите Чайки Но Вы Будете Изучать Немного Других Если Вы Д Переводите Как Ж Проблемы Никакой Если Ж Д Переводите Как И Например Ну Просто Чувствуете Что По Контексту Это Лучше То Не Надо Его Оставлять На Прежнем Месте Нужно Поставить На Нормальное Место Для Соединенного Союза И То Я Сплю Он Ж Бодрствует Но Я Сплю Он И Бодрствует Уже Звучит По Другому Лучше Я Сплю И Он Бодрствует Или Я Сплю А Он Бодрствует А не Я Сплю Он А Бодрствует То Союзы Должны Быть На Своем Месте Не Постпозиционные Вначале Постпозиционные Не Вначале И В зависимости От того Как Вы Переводите Все Соединяете А Так Вообще Да Конечно Распространеннейший Союз Просто Даже Если Вы Начинаете Читать Новый Завет Евангелие От Матфея С самого Начала Буквально Со Второго Стиха Абраам Генесен Тон Исаак Исаак Де Эгенесен Тон Иаков Иаков Де Эгенесен Тон Иуда Тон Кай Тус Адельфус Ауту Авраам Родил Исаака Исаак Ж Родил Иакова Иаков Ж Родил Иуду И братьев Его Если ВД Будет Переводить Как А Авраам Родил Исаака А Исаак Родил Иакова А Иаков Родил Иуду И Брат Ифи Но Здесь И дальше 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 2792 Раза Вом Зовите Вы увидите Союз Д Следующее Слово Предлог Предлог Со значением В Среди И дальше У вас Учебнике Написана Фраза Творительный Падеж Что это значит Это значит Что Слово С предлогом Н Может Переводиться Действительно Как В И среди А может Переводиться Творительным Падежом Без предлога Ну Например Возьмем Слово Космос С Предлогом Вообще Говоря Предлог Требует После себя Дательного Падежа И Чуть Рано Моносова Включил Учебник Окончание Вдательном Падеже Будет О Космос Поэтому Н Космос Может Быть Переведено Как В Мире Может Пасовем Переведено Быть Как Среди Мира Но Если Это Имеет Смысл И Может Быть Переведено Как Мирам Безо Этого Предлога Какой-нибудь Библейский Случай Употребление Предлога Н Чтоб Ярко Звучало А Евреям 9 22 Здесь Такая Фраза Н Хаймати Панта Катридзетай Хаймати Это Кровь Отстать Нам Ближе И Можно Конечно Было бы А Панта Все Катридзетай Очищаться Поэтому Нужно Было бы Конечно Перевести В Крови Все Очищается Но По контексту Мы понимаем Что там Происходит Крапление Кровью А не Погружение Чего-то В кровь Ну и в крови Все очищается Страшная Картина Все Кровь И так далее Нет Не об этом Идет Речь Кровью Как Инструментом Все Очищается Студенты Как-то не очень любят На первых этапах Особенно Переводить так Что число Слов В оригинале И в переводе Не совпадает Если в оригинале Н Хаймати Два слова То хочется Чтобы и в переводе Было два слова А мы переводим Одним словом Кровью Но Тут уж ничего не поделаешь Это может быть И похвальное желание Сохранять количество слов Но Тем не менее Помните В греческом языке Я перечислял падежи В греческом языке Есть именительный падеж Родительный падеж Дательный падеж Винительный падеж Звательный падеж Творительного падежа нет А значение Соответствующее Русскому Творительному падежу Выражать надо Предлог Н Один из способов Выражения значений соответствующие русскому творительному падежу. Один из способов описать инструмент, которым осуществляют действия. Кровью. Энн хайматин. Кровью. И поэтому в русском языке для этой целетворительной падежи, в греческом языке предложное словосочетание с предлогом Энн. Надо о такой возможности перевода знать. Выбор между переводом творительным падежом, переводом Эннн, В и переводом среди, выбор контекстуальный. Даже В и среди, да, это иногда такой не очень простой выбор, а не для слова Эннн, а для слова происходящего от предлога Эннн я хочу привести один интересный пример. Луки 17, 21. Я думаю, что вы это место знаете. Может быть, этот стих слышали не раз, и как-то вот наизусть его можете произнести. Он такой очень известный. Конец 21 стиха, 17-21. И долго хэбасилэ тутэу энтос хэмон эстин. Ибо вот, хэбасилэе царства, потому что мы познакомились с этим словом, тутэу, это форма родительного падежа от слова Бог с артиклем, царство Бога, энтос, и слово, производное от слова Энн, и потом хэмон эстин, вас есть. Энтос можно перевести как внутри вас есть, и можно перевести как среди вас есть, так же как Энн в среди, да, и это, производное на него энтос, в среди. Царство Божие внутри вас есть, это традиционный синодальный перевод, и отсюда много разных идей по поводу того, что уж такое царство Божие, и где находится царство Божие. Но если вы посмотрите контекст 17 главы Евангелия от Луки, то Иисус разговаривает с фарисеями из 20 стиха, а это хорошо видно, «Будучи же спрошен фарисеями, когда придет царство Божие», и так далее. В чем здесь дело? Сказать фарисеям, которые на протяжении всего текста ругаются, которые обвиняются во многих неправильностях, что внутри них есть царство Божие, было бы, мягко говоря, странным. Однако вот стоят фарисеи, просто представьте картину, и посреди них стоит Иисус. Он говорит, «Среди вас есть царство Божие», и фактически Иисус олицетворяет, и является собой царство, является царством Божиим, и возможное толкование этого текста, и, мне кажется, очень неплохое толкование этого текста, что здесь не «в», а «среди», и речь идет, что «среди вас», «между вами», вот он, здесь стоит Иисус, который и представляет царство Божие. Но, как видите, есть возможности толкования, так что вы, среди, ну, может быть, инструментальной, творительной поддержки, здесь, конечно, не вместе, но в каких-то случаях вам придется об этом предлоге думать. Следующее слово «эргон» – труд, работа, дело, изделие. Ну, в смысле, работа, труд как процесс, и работа, труд как результат труда. То есть, если вы что-то сделали, можете показать, сказать, вот мой труд, да, то есть, вот результат моего труда, вот моё изделие. Поэтому, вот, связь труда с изделием, естественно, в русском и в греческом языке тоже. Следующее «кальвоз» – время, период. Ну, то есть, вот, время в каком-то, как явление, и какое-то конкретное время, какой-то период, какой-то особая эпоха, да, не ваше время, и ваше дело знать времена и сроки, которое отец положил в своей власти. Поэтому, вот, как некий специальный момент времени, слово «кальвоз» может употребляться. Следующее «нум» – ныне. Ну, ныне, созвучно, легко запомнить. «Хорхэто» – артикль. Это в уроке подробно обсуждается. Следующее слово «хоти» – союз. Причем, союз, он может употребляться в значении что? В значении «потому что» и может употребляться как некий маркер, показатель прямой речи. Когда он используется как маркер, показатель прямой речи, он не переводится. Ну, какой-нибудь пример. Ну, давайте. Иоанна 4, 17. Мы уже затрагивали эту историю. Женщина-самарянка, которая встретилась с Иисусом. Вот просто дальнейший прогресс этой истории. Мы давайте с вами посмотрим. Вот такой один момент из этого текста. Смотрите, конец 17-го стиха. «Лэгэй аутэхо Иисус» Говорит ей Иисус. «Калонс эйпос хоте андраук эхо» Говорит ей Иисус. «Запятая» и заглавная буква. Тем самым издатели показывают, что здесь начинается прямая речь с точки зрения. То есть дальше цитируются слова Иисуса. Что он говорит ей? «Хорошо, ты сказала». Теперь «хоте» и «андраук эхо». Андраук эхо переводится «мужа я не имею». Так как здесь в первом лице «мужа я не имею», то фактически Иисус не говорит «хорошо, что ты сказала, что» и как-то пересказывает ее речь, а он цитирует ее слова. «Хорошо, ты сказала». «Мужа я не имею». Так что у нас тут такая цитата в цитате получается. «Хорошо, ты сказала». «Мужа я не имею». И «хоте» здесь никак не переводится. Вместо него за «двоеточие» и знак кавычек. Опять-таки студенты могут нервничать, потому что в греческом было слово, в русском нет. Но в греческом не было знаков препинания, а в русском есть. И вот здесь «хоте» помогает сориентироваться, чтобы внутри уже речи все равно еще одна вещь начинается, прямая, и «хоте» показывает начало этой прямой речи внутри. Следующее слово «ум» со значением «не». У этого слова есть еще формы «ук» и «ух». Эти формы появляются, если следующее слово начинается с гласной. Если слово начинается просто с гласной, то форма «ук», а если с густого придыхания, то форма «ух». То есть «ук элтон», то есть просто «у», но «ук элтон» или «ух хэмэйс». «Ук хэмэйс». Почему появляется звук «к хэ»? Ну, просто чтобы легче было произносить «у» и еще одну гласную вместе произносить трудно, поэтому вот этот согласный вставляется, чтобы как-то разделить при произношении, и это звучит лучше. Так что просто запомните «у», «ук», «ух» – это одно и то же слово, просто по-разному пишется. Кстати, если вы посмотрите слово «дэ», то перед гласными оно может писаться просто «дэ», и «э» все выпадать. Вот, собственно, слова, новые слова, которые вы должны знать. Я довольно много про эти слова говорил. Опять-таки, ах, еще одно слово, потому что, прощение, пропустил. «Хоро». Час, время, момент. Может быть, сложности нет. Я про некоторые из этих слов много говорил. Говорил про «агапы», достаточно простое значение. Говорил про «аутус», «он», если нет специальной конструкции. Говорил про «эн», да, вот как его переводить. Про «хотти». Ну, просто потому что здесь есть какие-то ошибки типичные, когда студенты начинают использовать эти слова. И если вы не будете делать это ошибкой, хорошо, но если будете, пусть мои пространные рассуждения вам помогут. Дальше в учебнике, если вы посмотрите после лексического минимума, приведены старые слова, которые вы уже учили. Зачем? Ну, чтобы написать артикль, и чтобы вы осознанно посмотрели на артикль, и написать основу этого слова. Давайте мы просто про ним побежимся. Первое. Абрам. Хо. Хо Абрам. Мужской род. Основа Абрам. И у этого слова нет никаких неокончаний, ничего. Это несклоняемое слово. Многие имена, заимствованные из еврейского языка, остались несклоняемыми, поэтому независимую паддежа, Абрам всегда будет Абрамом, а паддеж этого слова в предложении вы будете выяснять по смыслу, по контексту. Хо ангелос, ангел. Хо антропос, человек. Хо апостолос, апостол. Хе Галилайя, галилея. Хе графе, писание. Хо дуит. Давид. Еще одно несклоняемое слово. И опять-таки, слово не изменяется, но, когда я говорю несклоняемое слово, то имеется в виду, что само слово не изменяется. Но артикль при этом слове, конечно же, может изменяться. Поэтому именительный падеж будет Хо дуит, но винительный падеж будет Тон дуит. И, кстати, это один из способов, которым автор в двусмысленных случаях может показать, какой падеж имеется в виду. Просто к несклоняемому имени добавить артикль, который нормально изменяется по падежам. Хе Докса, Хе Дзуэ, Хо Феос, Хе Кардия, Слава, Жизнь, Бог, Сердце, Хо Космос, Мир, Хо Логос, Слово, Хо Паулос, Хо Петрос, Хо Пилатос, Топ Нелма. Это особенное слово. Видите кричение Пнаума? Какое-то неожиданное. То это слово третье восклонение. Вот третье восклонение свои особенности. Основа у него, видите, Пнаума, на Т заканчивает основу. Я на основу особо внимания не обращал, потому что здесь все было легко, а у Пнаума, хотя вы уже выучили это слово, красивое, важное, да? Но, тем не менее, как образуется его форма, и почему форма такая, какая есть, мы обсудим гораздо позже, когда дойдем до третьего восклонения. Просто сейчас знаете, что Пнаума – слово среднего рода, с основанной Пнаума – оно третьего восклонения. Следующее слово – хо-профэтос. Тоже немного странное слово. Мужской род, ну, партикно мы это понимаем. Окончание – эс. Типичное для второго склонения мужского рода. А снова заканчивается на э. Офэтоэ. И есть несколько слов, совсем немного, но несколько слов в греческом языке, у которых, хотя основа заканчивается на э, но окончание первого склонения, ну, они принадлежат мужскому роду, и по первому склонению изменяются. Вот это одно из таких слов. В приложении к учебнику парадигма N1F вы можете посмотреть, как выглядит форма этого слова. Следующее – саматал, то саматал, суббота, хо-симон, хэ-фонэ и хо-христос. Ну, просто старые слова полезно просмотреть, чтобы понять, что вы в отношении этих слов все понимаете.